добрый день уважаемые слушатели предлагаю вашему вниманию лабораторную работу номер два по дисциплине электротехника для бакалавриата я магистр магистр технических наук старший преподаватель кафедры энергетической системы Драганова Маргарита Анатольевна название лабораторной работы номер два непосредственное применение закона Киргофа для расчета электрической цепи цель работы опытным путем при помощи программного обеспечения электроник Воробенч проверить классический метод решения электрических цепей классический метод решения это решение применяя законы Киргофа общие сведения при расчете электрических цепей вначале необходимо определить токи в ветвях затем приступить к расчету недостающих параметров цепи для этого первым шагом при расчете электрической цепи становится задание произвольного направления тока в ветвях метод непосредственного применения законов Киргофа это классический метод основан на применении к сложным электрическим схемам первого и второго законов Киргофа число рассчитываемых токов равно числу ветвей а а число узлов б для расчета а неизвестных необходимо составить а уравнений по первому закону Киргофа составляется b минус 1 уравнение недостающие число уравнений а минус b минус 1 составляет по второму закону Киргофа решая систему из а уравнений можно определить токи по ветвям если в какой-либо ветви ток оказался отрицательным то означает что движение тока противоположно выраженному первоначально направлению формулировка первого закона Киргофа алгебраическая сумма токов в узле равна нулю при этом токи направленные к узлу берутся со знаком со знаком плюс а токи которые выходят из узла направлены от узла берутся со знаком минус здесь представлена формула первого закона Киргофа алгебраическая сумма токов равна в узле равна нулю вторая сумма падения движений в любом в этом же году произведение тока на сопротивление сверху это число пассивных элементов на котором происходит падение на прием совпадающие по направлению с и токи берутся со знаком плюс расширяем потенциальные диаграммы как в задаче сферий к внуках норавженную облаживающие одну из трепетов земля сферами поодобнику соответствующей стандартной кнутри так как пустяти лет нахлобник за два факта утра в суде в суде в суде в суде в суде а сферами в суде за 4 кубер для присутствия в суде число узлов в том равно 4 узел это сферий равен а число ветвей 6 Соответственно, для нахождения неизвестных токов нужно составить шесть уравнений. При этом для узлов по первому закону Киргофа составляется четыре уравнения по первому закону Киргофа, сумма токов в контуре равна, которые направлены против, с плюсом это отрицательный ток, это который встречный ток. По второму закону считается шесть уравнений, минус четыре уравнений и третий уравнений. Второй закон Киргофа что гласит? Потенциал точки фи, соответственно, уравнений на этой точке равно нулю. И для того, чтобы потенциал точки а, мы взяли в теки. И вот у нас потенциальная деморома потенциального расчета. Угол наклона графика на каждом участке характеризует величину тока на этом участке. Чем круче угол, тем больше ток. Содержание работы. В электрической цепи необходимо измерить ток на резисторах, измерить распределение потенциалов вдоль контура. По экспериментальной вере можно построить потенциальную диаграмму. Указания по выполнению работы. В данной лабораторной работе проводится практическое изучение в законах Киргофа. Необходимо собрать схему. Установить значение источников напряжения и сопротивлений. Рекомендуемый интервал напряжения источника от 100 до 1000 Вольт, а сопротивление от 50 до 500 Вольт Ом. Необходимо собрать схему, которая показана на этом рисунке, на этом слайде. При измерении потенциалов, один из концов Вольтметра подключает к точке А, а второй поочередно подключает к остальным точкам цепи. В, С, Д. Затем значение тока и распределение потенциалов рассчитывают косвенным путем. Косвенный путь, как мы знаем, это при помощи формулы. Вот таблица, результаты, которую нужно внести, результаты измерения и распределение. Далее результаты, значит, здесь мы записываем значение. Выбираем из ряда пиктограмм BASIC резистор. Вот его пиктограммочка. Вот такой. Нажав на него левой клавишей мыши, перетаскиваем его на рабочее поле электроник в оргмейке. И также перетаскиваем на рабочее поле поочередно еще два резистора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...